Эта процедура занимает определенное время, и, конечно, мы советуем, чтобы те люди, которые имеют паспорта болельщик, за долгое время прошли в пункты выдачи на Бауна и на Читарево, спокойно получили паспорта болельщиков. Что касается транспорта, то в дни проведения матча будет работать железнодорожность общения с аэропортом Казани, а также в дни матча работают специальные дополнительные автобусные маршруты для болельщиков. В Казани для зрителей с билетом в дни проведения матча проезд во всех видах очистительного транспорта является бесплатным, и для этого у нас бесплатный проезд предоставлен на 65 автобусов, 6 трамвайных выходим с троллейбусных паршютов, а также, как я и говорил, на одном жизни за дорогами между аэропортом Казани и аэропортом. Если у болельщиков есть также билет на матч в другом городе, то спокойно, путем регистрации на сайте ticket.transport2018.com, можно пройти регистрацию, получить бесплатный билет на железнодорожный проезд между этими городами, что на матч-сервоне, также и обратно. Был рекомендован ФИФА, и радиус стоял пас миля, это чуть больше, чем полтора километра, куда попадали жилые массивы, но и в какой-то момент не понимали, как люди могут туда попасть. Сейчас нами проработана схема такая, что, да, на транспорте вы к Казани-арейке стадиона не подъедете, но все жители города, которые живут, попадают в эту зону ограничения, к своим домам у них есть доступ. Может быть, не теми путями, к которым они привыкли, но, тем не менее, один-два пути к каждому дому, к каждому подъезду нами обеспечены. Все остальные, кто приходит на матч в городе, будут работать в так называемой перехватывающей парковке, которые организованы при крупных торговых центрах. Соответственно, можно воспользоваться услугами общественного транспорта и добраться до стадиона для просмотра матча. Еще один положительный момент, который касается зоны ограничения, это временное ограничение. Изначально нам заявлялось, что мы будем закрывать движение фонового транспорта за 5 часов до начала матча и открывать после окончания матча через 3 часа. Сейчас это время сократилось на час, то есть теперь мы закроем ее за 4 часа и откроем через 2 часа после окончания матча. Продолжение следует...